Универсальный справочник по грамматике английского языка. Страница 29. Отсутствие артикля. Артикли отсутствуют перед существительными, уже имеющими определители, местоимения, числительные и другие. My home is large. Моя комната большая. I need some books. Мне нужны кое-какие книги. Перед абстрактными существительными. Перед названием вещества. Если речь не идет о каком-либо конкретном количестве. Перед существительными во множественном числе. The work gives him satisfaction. Он получает удовольствие от работы. Snow is white. Снег белый. I like to read English books. Я люблю читать английские книги. What lovely flowers. Какие милые цветы. Если же с существительным во множественном числе или с неисчисляемым существительным используется артикль, то значение существительного является уже не обобщенным, а конкретным. Сравните. He likes cars, girls, food and drink. Он любит машины, девушек, еду и напитки. The cars in their garage belong to the girls. Машины в том гараже принадлежат девушкам. She loves life. Она любит жизнь. He is studying the life of Beethoven. Он изучает жизнь Бетховена. Books are expensive. Книги дороги. Move the books off and sit down. Обери книги и сядь. Перед именами собственными. Перед названиями. Континентов. Стран. Графств. Штатов. Городов. Улиц. Парков. Пощадей. Кроме случаев, описанных в разделе определенный артикль. Africa. Backshire. Texas. Oxford. High Street. Brazil. Hyde Park. Trafalgar Square. И так далее. London is the capital of Great Britain. London – столица Великобритании. I've been neither to South Africa nor to North America. Я никогда не был ни в Южной Африке, ни в Северной Америке. Аэропортов. Вокзалов. Железнодорожных станций. London Airport. Victoria Station. Университетов. Колледжей. Oxford University. Hedford College. Greenough College. Журналов. Punch. Language. Дни недели. Месяцев. Sunday. Monday. January. February. Перед существительным определяемым словами. Next в значении будущей. И last в значении прошлой. Если существительное обозначает время. Или количественным числительным, а также буквенным обозначением. Witness A. Point C. Exhibit B. И так далее. Следующим за существительным. I went to the Ukraine for my holiday last year. And I'm going there next year too. В прошлом году во время отпуска я ездил на Украину. И собираюсь туда на следующий год тоже. When World War II broke out, I was in Moscow. Когда началась Вторая мировая война, я был в Москве. Перед существительным служащим обращением. How old are you, young man? Сколько вам лет, молодой человек? Перед названиями наук. I like literature and history, but I don't like mathematics. Я люблю литературу и историю, но не люблю математику. Перед существительным в заголовках, объявлениях и телеграммах. Polish delegation arrives in Moscow. Польская делегация прибывает в Москву. Перед существительными. Mother, father, uncle, aunt и других. А в роли членов одной и той же семьи. Has mother come back home? Мать уже вернулась. Father wants to speak to you. Отец хочет поговорить с тобой. Перед существительным, стоящим при именах собственных и обозначающим звание научное, воинское. Или служащим формой обращения. Академик Курчаков died several years ago. Академик Курчатов умер несколько лет назад. Can I speak to Mr. Popov? Могу я поговорить с господином Поповым? Mr. Brown wishes to see Dr. Smith. Mr. Brown хочет встретиться с Dr. Smith. Перед такими существителями, как advice, information, money, hair, fruit, при отсутствии ограничивающего определения. This is important information. Это важная информация. I need advice badly. Мне очень нужен совет. В некоторых сочетаниях существительного с предлогом, когда все сочетания носят наречный характер. For breakfast, at lunch, to dinner, at night, at sunset, at first sight, at table, at warm, by car, bus, bicycle, plane, train, tube, boat, air, water, sea, land. By day, by day, by post, by heart, by chance, by mistake, by name, on foot, on board, ship, on deck, on demand, on credit, on sale, in, on time, in debt, in demand, inside, in fact, in conclusion. From year to year, from year to year, from head to foot, from morning to night, from day to day, from top to bottom, from shop to shop, from time to time, from head to foot. With knife and fork, on land and sea, arm in arm, inch by inch, day after day, day and night. To go to sleep, to take dinner, part, place care, to shake hands, to drop anchor, to lose sight, to declare war, to pass judgment и другие. To at from school, in to class, to at from university, college, в американском английском чаще, in school, college, чем at school, college. To, in, into, from, church, to, in, into, out, of hospital, bed, to at from work, to at sea, to in, from town, at, from home. Существительные school, college, hospital, prison, jail, class, university, bed, table, church употребляются без артикля в тех случаях, когда они описывают деятельность, осуществляемую в данных учреждениях, однако, когда эти существительные называют здание, где осуществляется та или иная деятельность, они имеют тот артикль, который следует употребить с исчисляемыми существительными по правилам. Сравните. He has been to college and he is a good specialist. Он учился в колледже и он хороший специалист. The college was a six-story building. College был шестиэтажным зданием. It is a dark gray building. Old stone, it is like a prison. Это темное серое здание полностью с камня, как тюрьма. Дополнительный случай употребления существительных без артикля. Society используется без артикля в значении the society we live in. Our people should work for the benefit of society. Люди должны работать на благо общества. В других случаях оно может использоваться как с определенным, так и с неопределенным артиклем. It was but natural that we preferred the society of his friends. Было так естественно, что он предпочитал общество своих друзей. They decided to found a new society. Они решили организовать новое общество. Существительное space используется без артикля, когда оно обозначает the empty space between the stars. Man has just taken his first steps into space. Человек только что сделал первые шаги в космосе. Most в значении the majority of не имеет артикля. Most birds can fly. Большинство птиц умеют летать. Особый случай употребления артикля.